Общая теория относительности описывает гравитацию как искривление пространства времени. Хотя в случае поверхности понятие кривизны достаточно интуитивно. Концепция искривленного пространства времени уже не так интуитивна. К тому же для описания искривленных пространств требуется достаточно сложный математик – тензорный анализ. Требуются тензорные поля и их производные на искривленных многообразиях. В общей теории относительности гравитация эквивалентна пространству времени, а оно описывается метрикой. Понятно, что кривизна должна как-то зависеть от метрики. Однако из вида самой метрики не так-то просто понять, где и как искривлено описываемое ею пространство. Математически кривизна характеризуется тензором четвертого ранга, тензором кривизны Риммана. Он, в свою очередь, находится через связность и ее производные. Связность же, называемая также символами Кристофеля, появляется при введении понятия ковариантной производной и находится с помощью метрики ее производных. Получается, тензор кривизны Риммана содержит вторые производные метрики. Как именно материя влияет на кривизну пространства времени, описывается уравнением Эйнштейна. Оно по определенным причинам включает в себя не сам тензор Риммана, а тензоры, находящиеся его сверткой. Тензоры Ричи и скалярную кривизну. Записанное через них уравнение Эйнштейна выглядит достаточно просто. Однако если его переписать в терминах метрики, которую нам в конечном счете и надо найти из него, то получится система сложных нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка. Решить их аналитически и найти явный вид метрики удается только в простейших симметричных случаях. Так, метрика Шварцшильда – это решение уравнения Эйнштейна для сферически симметричного тела. Планеты, звезды, черные дыры. Все, что чуть более сложнее, например, процесс слияния двух черных дыр, находится численным моделированием, которое в общей теории относительности само по себе чрезвычайно сложное. Таким образом, для понимания математики общей теории относительности нам необходимо поближе познакомиться с такими объектами, как метрика, ковариантная производная, связанности символа Кристофеля, тензоры Риммана и Ричи, уравнение Эйнштейна. Тело, на которое действует только гравитация, движется по так называемой геодезической. Поэтому нам еще понадобятся уравнения геодезической. После этого можно перейти к изучению интересных решений уравнений Эйнштейна и инструментов для их исследования. Различные диаграммные техники, диаграммы Пенроуза, например. С помощью них можно поисследовать черные дыры, горизонты событий, сингулярности. В принципе, космология тоже во многом исследуется методами общей теории относительности, но ее обычно выделяют в отдельный раздел, как и квантовой теории поля в искривленных пространствах. Субтитры создавал DimaTorzok